Ралли Монте-Карло – первая остановка чемпионата мира по ралли, и пока город спокойный, в горах пилотов ожидает опасная весь снега, льда и асфальта. Из-за своей популярности на первые спецчастки пришло слишком много зрителей, и его пришлось отменить. На втором спецчастке действующий чемпион мира Петер Солберг наконец-то стартовал. На девятом спецучастке ралли Монте-Карло показало свой звериный скал. Карланд Сайнс, шедший пятым, сошел после этого столкновения. Ралли для Мика Хирванина и его Субару закончились так же неожиданно. В Маркско-Кромпель у нас возникли проблемы с абсолютно новой 4-скоростной коробкой передач. Коробку заклинило на третьей передаче за 3 км до конца спецучастка. Нам еще 3 км ехать, у нас только третья передача. Как мы можем переключиться вручную? Тима Раут-Лианин пришлось толкать машину на сервис, чтобы устранить проблемы. Проблемы Громпель мы отдали Простору и Бастиану Лёбу. Он выиграл все спецучастки во второй день и скрылся за горизонтом почти 90 секунд на преимущество. Марко Мартин завершил второй день на третьем месте, несмотря на очевидные проблемы. Его слепил снег, он не видел дорогу, а я видел. Я сказал ему, ты видишь? Он ответил, нет. Никогда удачно не выступая, в Монте-Карло Петер Солберг был рад пятому месту, заработав 4 очка. А эта вария означала, что Митсубиси жили по Ницце, и Пежо Фредди Лойтса финиширует впереди его. Теперь Петер Солберг надеялся просто финишировать. Тут он пропустил Маркуса Громпельма на четвертое место. Громкий дебют для Пежо 307. На последнем спецучастке Деваль был впереди Мартина на всех отрезках. Команда приказала Мартина финишировать впереди него, второе и третье место для Форда. Но это все не касалось Лёва. Он доминировал с шестого спецучастка. Записал на свой счет вторую победу в Монте-Карло. Подтверждение громкой победы Лёва. Он нанес первый удар, чтобы стать чемпионом. Порт празднует второе и третье место. Но в данный момент королем Монте-Карло был Себастьян Лёв. Победитель Монте-Карло Себастьян Лёв стартовал первым на ралли Швеции. Обычно тут неблагоприятные условия, но сейчас объявление свежего снега означает, что первый день для него ледяная траектория была уже очищена. Гронхульм сосредоточился на четвертой победе на этом этапе, как только получил лидерство. Но на третьем спецучастке у него отказал гидроусилитель, и он скатился на седьмое место. А у Петра Солберка были другие заботы. Вы выглядели обеспокоенными. Проблемы? Сейчас не работает обратная отдача. Приходится ехать без резких ускорений. Мы пытались, но это невозможно. Потеря ускорения означала потерю времени, и это видно. А эта незапланированная экскурсия стоила ему еще шестнадцать секунд. Харлен Сайнц столкнулся с угробом. Радиатор в его оси Троэна забил за снегом. Двигатель начал перегреваться, что заставило Сайнца остановиться. Чтобы штурман Марк Марти смог очистить радиатор. Порт Франсуа Деваля также был близок к Сугробу. Он зарыл свою машину на девятом свесучаске, потеряв больше 43 минут. Марк Мартина иммунитет к удаче его конкурентов. Он удерживал лидерство над Левом в течение утра второго дня. На одиннадцатом спецучастке, приближаясь к тому же повороту, где вылетел Солдер, сломал правое заднее колесо. Все шансы на победу пропали. Оправдалось решение Форт использовать Яни и Тоу Хина в качестве второго пилота. Его опыт на снегу позволил пробраться наверх и вывороться за четвертое место с Карлоном с Сайнцем. Но на предпоследнем участке неудача опять настигла Сайнца. Когда у его Ситроэна возникли проблемы с мотором, отказал один цилиндр. Поиграй, установи и сравни Тоу Хина. Итак, последние несколько поворотов легли в историческую победу для Лёба. Первый нескандинав, победивший на ралли Швеции за 50 лет. Я рад, что стал первым нескандинавом, победившим здесь. Потому что это доказывает, что не только они могут быть быстрыми на этих дорогах. Подтверждение исторической победы Лёба. Отрыв от второго места Маркуса Громхольма в 46,4 секунды. Как только раллиный карнавал прибыл в Мексику, всех волновал один вопрос – как остановить Себастьяна Лёба? Француз был в хорошей форме с двумя победами на день открытия. Он повредил поддон Картера и... Петер Солберг постремился на подиум. С двумя победами на спецучастках он отчаянно атаковал третий. Возможно, слишком сильно. Солбергу удалось и делаться мелкими повреждениями. Его лидерство ралли осталось нетронутым. Но после возвращения на Рейро-Лампира, призванный на замену не продавшему надежды Фредди Лоиксу, был на пятом месте, но сломанный рулевой рычаг доставил Пежо проблемы. После борьбы на спецучастке Финн вернулся на сервис, на трех колесах потеряв 16 минут. Этот порк Карлоса Сайнца из-за доставших все ему использованных покрышек. Переворот, перечеркнувши все его шансы на победу. Он стоил ему минуту и второго места. Марко Мартин взял лидерс на седьмом спецучастке, и из-за преследовавших Сайнца проблем Франсуа Диваль занял второе место. Упавших в кадр фордов не было проблем. Марко Мартин стал первым победителем ралли Мексики. Со вторым местом Диваля Форд заработал первое и второе место. Победив Мартин в чемпионате, пилот сравнялся с очкам с Лёбом. Запоминающийся ралли для Марко Мартин и голубого овала. Четвертый этап чемпионата – ралли Новая Зеландия. Митсубиси лучше забыть ралли Новая Зеландия. Все три минуты. Оба пилота, Паницы и Солберг, сошли во время первого ночного заезда в четверг. Уже с тремя победами Громфинг смотрелся наравне с четырьмя победами Карлоса Сайнца после перехвата лидерства у Петера Солберга на пятом спецучастке. Но этот переворот помешал Большому Фину. Повреждения были по большей части внешними, но было потеряно больше 30 секунд. Затем Громфинг откатился на третье место из-за проблем с системой лаунч-контролю. Во второй день Диваль попытался догнать находящегося на пятом месте Лёба, ехав в пыли. Курман привод не мог достать пораженного Вармболда, потеряв 30 секунд и шестое место. За такт из-за участок стал проблемой для пилотов. Франсоу Диваль повредил колесо после удара о камень. На ремонт он потратил больше 18 минут. Тот же поворот и Харри Ролампьера также вылетел. Следующим был Петер Солберг в том же повороте, и он теряет лидерство. Вооруженные 1,9 секундами преимущества Громфинг не мог себе позволить ошибок, но заклинивший ручной тормоз на следующем спецучастке создал этот разворот. Около 15 секунд и лидерство были потеряны. На последнем все участке Громфинг был быстрейшим, но сможет ли Солберг победить? Мы сделали это или нет? Реакция команды объясняет ситуацию. Солберг выиграл с отрывом 5,9 секунды от Громфинг. Марко Мартин был третьим. Заебавший Сечкофф, Мартин стал лидером. Следующая игровая площадка чемпионата — популярный остров Кипр. Петер Солберг сделал первый шаг для повторения своей победы в Новой Зеландии. Он выиграл два утренних спецучастка, взяв лидерство, но ненадолго. Обломки от поврежденного переднего бампера заблокировали радиатор, что повлекло перегрев двигателя. Из-за этого Солберг потерял 10 минут. Одной из первых жертв Кипра стал Форд Дюалем, даже не проехавший первый участок. Это был звук отваливающийся у него переднего левого колеса. Обе Mitsubishi проехали первый день, но второй — проблемы с трансмиссией — завершили ралли для Паницы и Кристиана Солберга. Также второй день лучше забыть Харри Роэмпери. Проблемой было то, что он не мог переключиться на вторую передачу. Жизненно важные намедленные поезды дороги Кипра. Единственным, кто не испытывал проблем, был Маркус Громхен, и он лидировал в ралли. Солбергу было нечего терять, и он попытался вернуться обратно в очковую зону. Сейчас он на пределе. Это его напарник, Мико Хирванин, в том же повороте. Он учился, смотря на Петера, но этот урок лучше забыть. Похоже, что битва между Лёвом и Мартином за второе место будет жаркой. Но пожарники надеются, что без вследствий. Очки в чемпионате значительно важнее, чем дуэль по убийству машин. Лёв закрепился на втором месте. Так что это была первая победа Громхульма и Пежо 307 с момента появления в Монте-Карло. Достаточно, чтобы устроить команду. Но как только открыли шампанское, результат был поставлен под вопрос. Проверка показала, что Пежо 307 оснащен нестандартными водяными насосами, запрещенными правилами ФИО. Оба водителя были исключены из протокола. И победителем становится Лёв. Это его третья победа в сезоне. Марко Мартин и Сайнс стали вторым и третьим. Лёв теперь первый в личном зачете, тогда как Громхульм откатился на четвертое место. В командном зачете Пежо сразу за Субару. В Греции босс Пежо Каранда Провера высказал свою точку зрения. Мы разочарованы в ходе дисквалификации и его команды в Маккипре. Сдадимся ли мы? Никогда. Скода вернулась в чемпионат после годичного перерыва. Но неудачно. Арвин Шварц сошел из-за проблем с подвеской. А его напарник Тони Гардемайстер выступил не лучше из-за проблем с электроникой. Оба сошли в один и тот же день. Также продолжились неудачи Митсубиси. На своем первом этапе чемпионата Даниэль Соло повредил подвеску. Возвращаясь обратно в сервис, он отъехал, чтобы пропустить крешту. Чешский водитель не увидел его. Эта авария выбила из ралли обои. От начавшего этап с отставанием, от лидера чемпионата всего на одно очко, Марко Мартин ожидали многого. Однако Мартин скоро вылетел с дороги на скользком гравии. Лубина канавы убедила его, что он покинет Грецию с пустыми руками. За Крополисом закрепилась репутация убийц машин. И на четвертом спецучастке Карл Инсенс повредил себе подвеску и потерял больше 20 минут. После абсолютно не впечатляющего первого дня, Мика Хирвина волновала проблема, просто финишер на первой десятке. Для него повреждения от этого переворота были достаточными для завершения ралли. Но таких проблем не было у его напарника, Петера Солберга. Для Петера дул попутный ветер. Пять выигранных спецучастков позволили ему взять лидерство. На второй день внимание перешло на борьбу за второе место. Пытаясь наверстать потерянное время, Гроффин, возможно, чересчур перестарался. Сильный удар на первом спецучастке второго дня повредил заднюю подвеску. А полевого ремонта было недостаточно, чтобы добраться до следующего спецучастка. Деваль захотел присоединиться к борьбе за второе место между Лёбом и Равампьерой. Но этот разворот отбросил его на четвертое место. Лёб быстро воспользовался замешательством Равампьера, и на девятнадцатом спецучастке он сократил разрыв всего до трех десятых секунды, а двадцатый спецучасток вывел его на шесть целых две десятых секунды вперед. Равампьера ничего не мог с этим поделать, второе место было за Лёбом. Петер Солберг увеличил свой отрыв почти до минуты, но он выехал на последний спецучасток дня без брызговиков. Маленькое нарушение и относительно большой тридцатисекундный штраф сократили его лидерство вдвое, но безупречное вождение оставило его лидером этапа чемпионата. Команда может шутить о том, что могло быть дорогостоящей ошибкой. Петер, это была хорошая борьба, расскажите об этом. С брызговиками или без это работает? Я должен сказать, я очень счастлив. Итак, вот подтверждение результата. Солберг получил вторую победу в сезоне, Лёб второй и первый подиум для Равампьера. Седьмой этап, веревья Анталии, игровая площадка для ралли Турции. Себастьян Лёб вышел на спецучастки в качестве бульдозера, но, к сожалению, француз был награжден ночным дождем, создавшим очень скользкие условия для всех едущих следом за ним. На четвертом спецучастке Петера Солберга ждала опасная встреча с лужей, повредившая переднюю часть его Субару. Марко Мартин надеялся заработать очки в Турции, но технические неполадки задержали его фокус почти на час. Надежды Франсуа Диуаля на еще один подиум растаяли как сумм. На девятом спецучастке он на скорочке ударился о камень, пробив переднее колесо своего фокуса. Проблему на одиннадцатом спецучастке доставил сломанный ведущий вал. Харьеру Ампера везло относительно. Он был довольно высоко, на четвертом месте, но его гонка подошла к концу, когда механизм переключения передач на его Peugeot 307 отказал. У лидера ралли Себастьяна Лёба также были проблемы. Он заглох на старте девятого спецучастка и продолжил этим инцидентом. Это открыло Маркусу Громхлюма путь к лидерству, но у него были свои проблемы, очень необычного происхождения. Металлический фрук пронзил днище Peugeot 307 прямо через сиденье штурмана Тима Раутянина. Мы становились на спецучастке, потому что что-то пронзило сиденье Тима. Прямо *** Тима. Зелания пошли лучше, когда он начал использовать ручную коробку передач и пострадал взорвавшейся покрышки на последнем спецучастке ралли. Несмотря на его проблемы, Солберг не смог отобрать у Громхлюма второе место. Норвежец продолжает свой рекорд набирания очков на каждом этапе. После семнадцатого спецучастка Себастьян Люк всех уставил неудел, взяв четвертую победу в этом году и свою первую победу на Гравии. Даже несмотря на возвращение в сервисный парк на трех колесах. Я выиграл на асфальте и на снегу, только на Гравии я никогда еще не выигрывал. Так что это моя самая первая победа на Гравии. Я очень доволен. Вот результаты. Лег впереди Громхлюма на 26,2 секунды. Карлан Сайнк финиширует четвертым. Аргентина всегда была одним из самых насыщенных ралли сезона. И она также известна огромными толпами фанатов и водными преградами. У Петра Соберга были проблемы с водными преградами в Турции. Здесь он решил снизить скорость входа на 30 км в час, но не смог. Собора зачерпнула воду, сильно повредив двигатель. Для Соберга и Милса это означало конец. И несмотря на все усилия, импресса дальше не поедет. Марко Мартин отчаивался вернуться в борьбу за чемпионство. Эстонец был слишком агрессивен на пятом спецучастке. Шестая передача и почти 170 км в час. И все пошло не так. Это было страшное крушение, но Мартину пришлось провести всего одну ночь в госпитале, в целях предосторожности, благодаря безопасности форта Фокуса. Я не пойму, что случилось. Мы въехали на этот холм, там был небольшой трамплин. На нем подбросило зад машины, и мы приземлились на крышу. В тот момент я не понимал, где я нахожусь. Сайнц преследовал лидировавшего Громхельма в течение первого и второго дня. На восемнадцатом спецучастке он сумел сократить разрыв всего до 12,9 секунды. Последняя победа Громхельма была на ралли Аргентины больше 14 месяцев назад. Неведение Эфина продолжалось. Большой выступой с диками сломал подвеску Пежо, заодно повредив двигатель. Для Громхельма ралли закончилось. Сайнц теперь лидер ралли. Громхельма ралли. Равампиро ехал первый день со сломанным гидроусилителем, но он смог занять пятое место. Босс-команды Субару Дэвид Лапфор хотел, чтобы Мико Хироанинс поднял темп. Он выиграл свой первый участок в чемпионате, закончив четвертым в общем зачете. Диваль также не разочаровал. Он счастлив финишировать третьим, всего второй раз участвуя на ралли Аргентины. Четыре победы в этом году и на этот раз Лёб был явным претендентом на победу. Несмотря на проблемы с дифференциалом на Ситроэн, он занял второе место, укрепляя свое преимущество в таблице чемпионата. Это был исторический этап для Карлоса Сайнца. Он пришел на первой позиции и с 26 победой в его карьере. Это рекорд чемпионата. Что для вас означает эта 26 победа? Я выиграл здесь 13 лет назад. Я до сих пор побеждаю. Это очень приятно, когда те 42 года. Лёб финишировал в 90 секундах от лидера. С Дювалем, Кирванем и Равамперой позади. Ралли в Финляндии всегда было одним из самых зрелищных этапов чемпионата. Собару надеются, что Солберг сможет достигнуть большего, чем второе место в прошлом году. Но норвежец заболел гриппом. Он потерял темп утром первого дня. И вскоре у него появилась возможность лечь на больничную койку. Он выбыл из ралли на четвертом спецучастке. Вы вылетели сегодня, потому что вы были не готовы к гонке. Если вы выступаете в чемпионате, вы должны быть в идеальной форме. И на этом этапе потеря концентрации или маленькая ошибка порой оказываются достаточными для досрочного завершения. Его напарник Миг Кирванин все еще старается произвести впечатление на руководство, показывая, что он может в ралли. Но для него все закончилось на десятом спецучастке. Быстрейшим был Рован Пьера. Внешне он хорошо шел. Но Финляндия известна своими высокими скоростями. И здесь нет места ошибкам, как обнаружил ранний лидер ралли. Человеком, сражавшимся за лидерство, был Себастьян Либсхаль, узен Маркус Хагросвина. Но он вылетел в первом заезде через Унинхоя. Маркун добился большего, учитывая то, что лидировал после аварии Роман Пьеры. Даже с сломанной коробкой передачи. Он был пятым на 14-м спецучастке. Весь спецучасток на трех передачах. Посмотрите на время. Вы можете сказать Карадо, что трех передач достаточно. Кристин Собер был быстрейшим на Митсубиси, пока также не почувствовал себя жертвой финских дорог в город после отказа тормозов во втором заезде в Унинхоя. Скода вернулась в чемпионат на ралли Финляндии с местным водителем Яни по Соненам. Его шестая позиция доказала его потенциал, и что Пабия может быть конкурентоспособной. Пилоты Ситроя наборолись. Оба водителя были недовольны настройками Ксары. По ходу времени скорость росла. Сайнс вернулся с медленного старта к третьему месту. Не первый раз он был на подиуме в Финляндии. Форд пригласил на домашнюю гонку Яни Толхина, как второго водителя для набора очков. Это решение оправдало себя. Надежды Форда были вознаграждены пятым местом. Марко Мартин после этого инцидента страдал от ослабления зрения. Хотя это не остановило эстонца. Он комфортно финишировал вторым. Пежо знали, что они в надежных руках. Гронхольм выигрывал здесь уже три раза. Он не разочаровал и в этот раз. Ближе к концу он заставил команду понервничать. Но это будет победа сделанная Peugeot 307. Это повод для праздников. Гронхольм занял первое место. А Марко Мартин и Сайнц на подиуме. Бастион Лёв взял четвертое место. Десятый этап чемпионата. Ралли Германии. Это один из самых захватывающих этапов с начала года. Гронхольм был первым вылетевшим из-за скользкого асфальта на самом первом повороте из ралли. Гонка окончена на первом же спецучастке. После блестящего старта на своем ланцере, Дани Соло был следующей звездой чемпионата, рано взявший в билет домой. Жиль по Ницце был не лучше и также близко познакомился с пейзажами Германии. Синяк и покалеченная гордость, зато без серьезных травм. Шкода доверила Роману Прешти одну из своих Фабия. Юный Чех ехал на пятом месте в общем зачете, пока также не стал жертвой предательских условий. Лидер чемпионата Себастин Лёв в пуле выстрелил на спецучастке в погоне за третьей победой в Германии. Как обычно спокойный и уверенный, француз пробрался наверх. Петер Соло переехал в Германию, нуждаясь в большом количестве очков. Несмотря на это, норвежец и штурман Фил Миллс уезжают с пустыми руками после этой громадной аварии. Дебютировал за Фежо, Седрик Крабер уверенно финишировал на пятом месте. Не первый раз в этом году бельдеец Франсуа Дюваль показал себя в борьбе с Сайнсом. А с Форда летел, используя не только дорогу, но и обочины. Дюваль провел свое лучшее ралли и занял второе место. Сайнс направил свою Ксару на свой третий подиум в трех ралли, похвальный результат, учитывая тяжелые условия гонки. Но звездой ралли Германии в третий год подряд стал пилот из Франции. Лёб был безупречен от старта до финиша. Достаточно, чтобы удовлетворить команду. Итак, пятая победа Лёба в сезоне. Отрыв от Дювали чуть менее 30 секунд. Так что Лёб лидирует в чемпионате. На 29 очков опережая Мартина. Карлон Сайнс третий, Петер Солбер отброшен на четвертую позицию. Одиннадцатый, еще один новый этап чемпионата. Команда приезжает в Японию. Это особенный домашний этап для Субару. Команда приезжает в своем городе. После трех сходов на трех последних этапах, Солбер нуждается в хорошем результате и поддержке. Он понимал это и в первый день финишировал наверху таблиц с двенадцати секундами лидерства. Второй день и тринадцати спецучасток доказали невезучесть Гроинфельма. Находясь на втором месте, он получил злую шутку от коробки передач на своем Пежо. Она заклинила на одной передаче. У меня одна передача. Какая? Третья. Форд Диваля, соревнуясь в Японии, преподнес новую проблему. Филиппо Дровеном, занимавшим место штурмана Стефани Прево, которому пришлось вернуться домой из-за тяжелой утраты. Ралли Диваля завершилось, когда он не смог вписаться в этот правый поворот, разочаровывающий финиш для бельгийца на проверочном этапе. Неизвестная новая стенограмма Марка Маркина совсем ему не помогла. Он чувствовал себя некомфортно видно японских участков. Ближе к концу гонки Марка Мартин немножко выстрелил на последние три дня, так что его финиш на третьем месте был хорошим бонусом. Солберг продолжал выигрывать из участки и увеличил свой отрыв до минуты. Себастьян Длёб, никогда не выходивший из тройк лучших, постоянно пытался надавить на Петера Солберга. Но после этого момента ему лучше сидеть на втором месте. Повезло. Никто не мог забрать у Петера Солберга главную роль. Победа Субара на первом домашнем этапе. Неплохие выходные. Я так счастлив, Фил. Мы снова возвращаемся в лидеры. Точно. Окончательный победный задел у Солберга 1 минута 13,3 секунды. В личном зачете у Себастьяна Длёба 84 очка. Эта победа Солберга передвигает его на второе место. В чемпионате производителей второй титул Citroen выглядит неоспоримым. Ралли Уэльса в Великобритании традиционно был концом чемпионата. Но несмотря на то, что оно было перенесено на сентябрь, оно по-прежнему захватывающе. Из-за изменения в календаре были надежды, что этап окажется сухим и быстрым. Но лидировавший Лёб встретил весьма типичные для ралли Уэльса условия. На первых этапах Лёб создал 20-секундный отрыв. Но Петер Солберга, выигравший последние 30 участков в этот день, находился в 9-секундных от француза. Грохмель хотел вмешаться в господство Лёба и Солберга. Но во второй день трансмиссия опять доставила ему проблемы. Возможно, из-за этого на 9-м спецчастке он ударился о камень. Повредив правое переднее колесо, он вынужден был сойти. Марко Мартин также надеялся вмешаться в борьбу. Естественно, он использовал всю ширину дороги Уэльса, но попал в небольшое дорожное происшествие. Карлон Сайнс никогда не поднимался выше 4-го места. Среди тех, кто не смог этого сделать, был Эйниель Карлсон, вылетевший на 6-м спецучастке, и Армин Шварц, перевернувший свою Шкоду на 7-м спецучастке. Это струя из огнетушителя. Походя к завершению, второй день был отражением первого дня. Лёб, выглядивший лучше с утра, увеличил свой отрыв до 15,5 секунды, но Солберг догнал его. Разрыв под конец дня составил 7,3 секунды. Третий день, и Солберг отправился в догонку за Лёбом. Он попытался завоевать третью победу на ралли Уэльс. Первые отрезки показали, что он может взять лидерство на 16-м спецучастке. Это могло быть очень дорогой ошибкой, но это стоило ему лишь потери лидерства. Лёб побил его на 1,3 секунды. Но норвежец остался спокоен. Его ответ был немедленным. Он опередил Лёба на 5,1 секунды на 17-м спецучастке, сократив превосходство француза до 3,5 секунды. Но он жаловался на проблему с креплением колеса. Петер рассказал о возможных последствиях. Колесо может оторваться, и очень трудно поворачивать. Тормозы начинают дребезжать, так что... Это плохо. Было ли это концом его борьбы? На 18-м спецучастке, еще до заезда на Cardiff Super Special, промежуточное время Лёба означало, что он перехватил инициативу, но он должен был исключить ошибки вроде этой, чтобы остаться впереди Солберга. Казалось, что Солберг полностью вылыжался и поставил время 15 минут 6,7 секунды в марган парке. Лёб был лучше на промежуточном отрезке. Но окончательное время показало, что он на 9 секунд медленнее. Удивительная скорость Солберга. Это дало ему неприкасаемое лидерство. Третий раз Петер Солберг стал победителем Уэльс. Очень приятный момент для его штурмана из Уэльса, Фила Милса. Сардиния. Новый этап для ралли Италии. И большие перемены. Сардиния гравийная, тогда как предыдущее место проведения, Сан Римо, было асфальтовым этапом. И оно обещало быть жестоким, ломающим машины покрытия. Таким же, как в Турции и Кипре. Петер Солберг пришел в Сардинию после двух побед в ряд. И нуждался в третьей для того, чтобы остаться в гонке за чемпионство. У него есть план. В первый же день он уехал от съеха с 30 секундным отрывом. Красивой обещала быть борьба между Громкоем и Лёбом за второе место. Между Карлосом Сайнцем и Марфином Марфином за четвертое. Было похоже, что Марфис Громкоем был вне конкуренции. До тех пор, пока в Тижоне возникли проблемы технического характера. На этот раз не коробка передач, а взорвавшаяся турбина. Вот тут он остановился, чтобы обсудить эту проблему с напарником, Харрером Пьерой, дошедшего из-за проблем с коробкой. Громкоем финишировал, но опустился на седьмое место. Сайнцем и Марфином боролись за третье место. Их разделалось совсем немного. Под конец 14-го спецучастка они шли вровень. На 15-м спецучастке Марфин взял вверх, но всего на 2,3 секунды. В 16-м спецучасток он хотел увеличить свое преимущество. Но этот дым означал проблемы. Немного протекающее масло при контакте. С выхлопной системой начало гореть, машина загорелась. Для Мартина ралли закончено. Сайнц теперь спокойно едет на третьем месте. Лёг не гонит, так что Соберго просто нужно финишировать для своей третьей победы подряд. Третий день оказался тяжелым, но Нарвежец показал свой закаленный характер. Я очень доволен. Действительно приятно и это действительно невероятно. Победный задел Соберго над львом свыше двух минут, но что более важно, гонка за чемпионство еще не окончена. Корсика – место рождения Наполеона. И француз Лёв тоже хочет войти в историю. Он лидирует с 26 очками и теоретически недосягаем. Только один человек может этого догнать – это Петер Солберг. Повидишься здесь в прошлом году, Петер ехал медленно. Такой асфальт означал, что его пирели более подходящие для влаги. Стоили ему потери времени по сравнению с другими пилотами на Мишель. Хоть дождей не было, на пятом спецучастке Седрик Робер проехал через небольшую лужу с разрушительным результатом. Следующим на спецучастке выехали Маркус Громбель и были задержаны разбитой Пежо. Позже они получили номинальное время на спецучастке. Маркус высказал свое разочарование о невыносимых условиях гонки. Плохо, мне это не нравится. Ливень, скользко и… Я очень не люблю такие условия. Команда Ford идеально подготовила свой автомобиль. Среди десятков тысяч поворотов. Дюваль и Мартин менялись лидерством почти на каждом спецучастке. Они выжимали из машины и себя все докапли. Огонь в машине Марка Мартина не остановил эстонца. Несмотря на пламя, он продолжил движение и установил лучшее время. Франсуа Дювалью не так везло. На девятном спецучастке двигатель его Ford сдался. Этот сход означал, что Ситроин точно возьмет кубок конструкторов. А Лёб, похоже, выиграет чемпионат пилотов. Марко Мартин выиграл в ралли. Его первая победа после ралли Мексики. Он был очень доволен, несмотря на то, что все заголовки будут о Лёбе. Я думаю, это отличный результат, выиграть на асфальте. Первый раз для меня. И Корсика как раз то место, чтобы это сделать. А команда Ситроин горда своим пилотам. Француз выигрывает титул на французской машине. Поздравляем, Себастьян Лёб. Вы чемпион мира по ралли 2004 года. Да, это невероятно звучит. То есть чемпион мира. Это звучит очень приятно. Это странно и я очень счастлив. 108 очков подтверждают, что Себастьян Лёб чемпион мира 2004 года. А среди производителей Ситроин на 51 очки впереди ближайшего конкурента, Форда. Себастьян Лёб прибыл на ралли Каталонии в качестве нового чемпиона мира, но в центре внимания был Сайнс, заявивший об уходе из ралли. Это последний шанс для фанатов увидеть его в действии. Но когда ралли стартовало, все внимание привлек к себе Лёб. Он сражался с Мартином, пытаясь победить рекорд шести побед в зоне чемпионата, принадлежащего его соотечественнику Диди Ореолю. Но всего второй раз за сезон Лёб не смог финишировать. А причина та же, что и в прошлом сходе в Мексике. После этого происшествия сломался масло в сборник, и масло начало вытекать из машины. Также лучше забыть об этом ралли Петру Солбергу. У него также пять в ветвь сезоне, но он, похоже, так с ними останется. Как и на Корсике, комбинация Субаро плюс Пирелли не сработала. Лидировавший Субаро преследовал француз Степан Саразин, и его шины Мишлин больше подходили для этой задачи. В итоге француз финишировал четвертым, хотя для него это было третье ралли. После схода Лёба лидером стал Хорт Марко Маркера. Его напарник Деваль также не отставал, но ралли для него внезапно закончилось, когда он сломал подвеску. В этом сезоне Маркер Гронхен знал, что такое механические проблемы, но его пижо настолько хорошо ехало, что он боролся с Сайнцем за второе место. Последний день полностью был посвящен празднованию по этой причине. Карлан Сайнц на прощание подарил своим фанатам финиш на третьем месте. Гронхен, не имеющий проблем, финишировал на лучшие для себя позиции на асфальте. Только Марко Мартин был на пути к своей второй победе подряд в чемпионате. Под конец был нервирующий момент, когда он сообщил о перебоях зажигания, но все закончилось без проблем. Эстониц, конечно, завершает сезон под фаррэш. Победная трех Мартина 23,2 секунды. 10 очков, заработанных этой победой. Позволили ему остаться всего в трех очках от второго места Рассолберга в чемпионате. Западная Австралия принимает последний этап в этом году. События развернулись еще до старта этапа. После происшествия во время гонки, Карл Сайнц отказался от своего последнего ралли, опасаясь травмы. Моим последним ралли было Каталония. Я думаю, что должен быть счастлив, финишировав на подиуме еще и у себя на родине. На суперспешеле в пятницу на Форде Марко Мартина взорвался двигатель. Это произошло под конец без участка. Его попытались починить в пятницу, но это оказалось невозможно. Это мое последнее ралли за Форд. И оно должно было быть более удачным, чтобы хорошо закончить сезон. Но этого не случилось. Так что мы должны признать это. Но мы выиграли последние два этапа и решили продолжить ралли. Так что с командой все в порядке. Петер Солбер хотел завершить сезон в своем стиле. И он был на втором месте в первый день. Но после этого вылета он не смог ехать дальше. Мы зацемили камень внутри поворота и рулевая тяга сломалась. Мы просто вылетели на левую сторону. Это очень, очень плохо. Маркус Громфельм лидировал с первого спецучастка, но во второй день досрочно закончил чемпионат. Вылетев с дороги, врезавшись в дерево. Мы задели дерево и не можем завести машину. Возможно мы вошли в поворот чуть быстрее, чем надо было. Но по моему мнению, нет. Я так же делал на этом спецучастке вчера. Сейчас там колея больше. Мы были вынуждены немного сдвинуться. Я оказался вне траектории. Выбыв Громфельм отдал лидерство Себастьяну Лёву. Он оцелился на повторение рекорда шести побед в зоне чемпионата. Но ему надо было избегать таких ошибок. Варьеру Ампера шел вторым на своем последнем наступлении за Пижо. Но этот вылет на одиннадцатом спецучастке немного его задержал. Однако он сохранил второе место до финиша. Француз Диваль был третьим и он целился на свой пятый подиум в этом году. Несмотря на эту ошибку на четырнадцатом спецучастке. Заставав по системе супералли, Маркус Громфельм хотел того, что у него не было. Он понял, что не стоит оттягивать ремень находясь сверх ногами. Досада для механиков. Работавшись всю ночь, чтобы вернуть машину в гонку. Лёк был в ударе и вернул свой Citroën не поцарапанным. Отличное вождение принесло ему подиум. Двенадцатый раз в этом сезоне. Поведите ралли чемпионата. Идеальный сезон для Себастьяна Лёва. Себастьян, чемпион 2004 года и шесть побед. Это очень хороший год для тебя. Я думаю, что лучше и быть не могло. Мы повторили рекорд побед. Плюс шесть вторых мест. Идеальный сезон. Второе место в чемпионате мира. Как вы понимаете, тоже хорошо. Что было для тебя наилучшим достижением? Три победы подряд и все абсолютно верно работавшие. И мы очень, очень уверенно лидировали. Харри, это был трудный год для тебя. Но у тебя в итоге хороший результат. Это очень приятно. Это первый раз, когда машина работает. Все три дня. Нет никаких проблем. И результат хороший. Уже прошли четыре года за Peugeot. И это мое последнее ралли в команде. Приятно так завершить его. Как вы смотрите на прошедший сезон? Вы смотрелись уверенно. Да, это очень хорошо. В этом году было пять подиумов. Это очень важно для меня в будущем. А будущее оно Форде? Не знаю. Пока не знаю. Подтверждение результатов Австралии. Лёб первый, Раван Пиро второй, Дюваль третий. Еще десять очков Себастьяна Лёба делает его победный отрыв в личном зачете еще более уведительным. А Петер Солберг может успокоить себя вторым местом. Перевод и озвучивание Сабериан Виктор.